Ночь Аль-Кадр. Ночь предопределения. Ночь Аль-Кадр — лучшая из благословенных ночей. В эту ночь был неспослан Коран, книга Аллаха, которая является руководством для всех людей до Дня Воскресения. Воистину мы неспослали его, Коран, в ночь предопределения, или величия. Откуда ты мог знать, что такое ночь предопределения? Ночь предопределения лучше тысячи месяцев. В эту ночь ангелы и дух Джибриль не сходят с дозволения их Господа по всем его повелениям. Она благополучна вплоть до наступления зари. Уважаемые зрители, согласно одной из трактовок, слово «кадр» означает статус, честь, ценность, власть, величие. В суре «Аль-Кадр» Всевышний Аллах говорит о начале неспослания Корана, о великом достоинстве и необъятном благе этой ночи, а также о своей милости, которая покрывает Вселенную в эту ночь. В конце видеоролика мы расскажем, как в эту благодатную ночь взывать к Аллаху, чтобы получить Его милость и прощение. Достоинства ночи «Аль-Кадр» Хадисы о достоинстве этой ночи сообщают, что тем, кто проведет ночь «Аль-Кадр» в молитвах, будут прощены их прошлые грехи. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, тому, кто во время Рамадана будет соблюдать пост с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние грехи. И тому, кто выставил ночь предопределения с верой и надеждой на награду, будут прощены его предыдущие грехи. Абдуррахман Ассади в своем комментарии к аяту «Ночь предопределения лучше тысячи месяцев» сказал, «Это доказывает, что ночь Ал-Кадр лучше тысячи ночей, и дела, совершенные во время этой ночи, лучше тех, что сделаны за тысячу месяцев». Действительно, если задуматься, этот аят удивителен. Так, в ночь Ал-Кадр, которая является особой ночью, количество деяний умножается на тысячу месяцев, и это эквивалентно человеку, который проживает долгую жизнь более 80 лет и тратит свою жизнь только на добрые дела. В ночь Ал-Кадр предопределяется судьба человека на весь следующий год. «Клянусь Ясным Писанием, мы не спаслали его в благословенную ночь, и мы предостерегаем, в нее решаются все мудрые дела». Ночь Ал-Кадр также означает «Ночь предопределения». Катада сказал, «В эту ночь будет предопределена судьба следующего года». В ночь Ал-Кадр предопределяется срок жизни и богатства людей, а также все события, которые должны произойти в будущем году. Поэтому среди ученых эту ночь принято называть «Ночью предопределения». Когда наступает ночь Ал-Кадр? Когда существование и ценность ночи Ал-Кадр были провозглашены Аллахом в священном Коране, не было точно указано, когда именно наступает эта ночь. Наш Пророк, мир ему и благословение Аллаха, также не уточнил точное время этой ночи. Однако он дал некоторые признаки этой ночи и приказал искать ее в последние десять ночей Рамадана, особенно в нечетной ночи. Отметим, что по исламскому календарю ночь предшествует дню. «Двадцать первая ночь, ночь перед двадцать первым днем Рамадана». Имам Ат-Тирмизи сказал, «Было сообщено от посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, что ночь Ал-Кадр приходится на двадцать первую, двадцать третью, двадцать пятую, двадцать седьмую и двадцать девятую ночи». Наступает ли ночь Ал-Кадр каждый год в разное время? Ибн Хузайма собрал все достоверные сообщения о ночь Ал-Кадр и заявил, что дата меняется каждый год и совпадает с разными нечетными ночами из десяти последних ночей Рамадана. Действительно, если вы посмотрите на действия посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в эти дни, то увидите, что в течение последних десяти дней Рамадана он без всякого различия посвящал свое время поклонению. От Айши, да будет доволен ею Аллах, передается, что, когда наступали последние десять дней Рамадана, посланник Аллаха покрепче затягивал свой изар, то есть намекая на начало серьезного дела и отсутствие интимных отношений с женщинами, бодрствовал по ночам и будил членов своей семьи. В чем мудрость незнания точного времени ночи Аль-Кабр? Ученые отмечают, что мудрость всемогущего Аллаха в том, что мусульманину не следует надеяться на определенную ночь. Он должен с надеждой искать эту ночь и просить прощения у своего Господа. Как провести ночь Аль-Кабр? Ночь Аль-Кабр следует проводить с особым усердием и поклонением. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершал и тикав в последние десять дней Рамадана и призывал членов своей семьи проводить эти дни в молитвах и поклонении. Читая Коран и аяты о милости и милосердии Всевышнего Аллаха во время ночных намазов, он, мир ему и благословение Аллаха, молил Господа о прощении, а в аятах о наказании искал прибежище у Аллаха. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «В месяце Рамадан у Аллаха есть одна ночь, которая лучше, чем тысяча месяцев. И тот, кто лишился блага этой ночи, тот действительно потерял многое». Считается, что ночь Аль-Кабр лучше тысячи месяцев. Тысяча месяцев — это примерно восемьдесят три года. Таким образом, тот, кто проведет эту ночь в поклонении и раскаянии, получит награду как за непрерывное поклонение в течение восьмидесяти трех лет жизни. Искреннее покаяние и поклонение Аллаху может стать причиной прощения всех прошлых грехов. Признаки ночи Аль-Кабр Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, описал признаки ночи предопределения следующим образом. Признаком ночи предопределения является то, что эта ночь чистая и светлая, а луна в ней словно блистает. Она тихая и спокойная, ни холодная, ни жаркая. В эту ночь не позволяют метать звезды, пока не наступит утро. И еще одним ее признаком является то, что солнце на утро восходит ровное, без лучей, подобно луне в ночь полнолуния. И шайтанам в этот день не разрешается выйти вместе с ним. Определить ночь Аль-Кабр можно по некоторым из следующих признаков. Во-первых, ясная и светлая ночь. Во-вторых, спокойствие и тишина. Это значит, что в сердцах верующих воцарится труднообъяснимое спокойствие и радость, которой нет в другие ночи. В-третьих, Всевышний Аллах покажет во сне тому, кому пожелает, что именно эта ночь — ночь Аль-Кабр. Люди будут наслаждаться поклонением в эту ночь больше, чем в другие ночи. И они будут чувствовать себя более активными в своих мольбах и намазах. В-пятых, когда ночь закончится, солнце взойдет без особой яркости, без лучей. Дуа в ночь Аль-Кабр В ночь Аль-Кабр можно читать любую мольбу. Человек должен молиться за себя, свою семью, свою страну и за единоверцев в мире. Однако есть особая мольба в эту ночь, о которой говорил посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Аллахумма иннака афуун тухиббуль афуа фаафуанни «О, Аллах, поистине Ты прощающий, любишь прощение, прости же меня!» Условия и правила совершения дуа Как и в каждом деле, существуют условия и правила, необходимые для того, чтобы мольба была принята. Отметим наиболее важные из них. Главное условие мольбы – человек должен направить дуа исключительно к Аллаху, взывать только к Нему, не молить никого, кроме Аллаха, быть искренним в мольбе и никого не приобщать к Аллаху, всетоварищи. Только всемогущий Аллах слышит мольбу каждого, способен принять наше дуа и имеет силу дать нам то, что мы хотим. Напомним вам некоторые из многочисленных аятов Корана по этому поводу. «Ваш Господь сказал, «Взывайте ко мне, и я отвечу вам». Мечети принадлежат Аллаху, не взывайте же никому наряду с Аллахом. Скажи, «Я взываю только к своему Господу и никого не приобщаю всетоварища к Нему». Находиться в состоянии малого омовения. Абу Муса, да будет доволен им Аллах, передает, «После битвы при Хунайне, пророк, мир ему и благословение Аллаха, принес воду, совершил малое омовение, а затем поднял руки так высоко, что стала видна белизна его подмышек, и начал молить Аллаха. Молить Аллаха, повернув лицо в сторону Каабы». Омар ибн-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, рассказывал, «Во время битвы при Бадре посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, взглянул и увидел, что число его сподвижников было немногим более трехсот, а число многобожников состояло немногим более тысячи человек. Тогда он повернулся лицом в сторону Каабы, раскрыл руки и помолился Аллаху. Прежде чем начать дуа, воздайте хвалу Аллаху, начните со слов восхваления Всевышнего, затем произнесите приветствие пророку. Наш пророк, мир ему и благословение Аллаха сказал, «Когда кто-нибудь из вас начнет молиться, пусть восхваляет своего Господа, затем произнесет благословение пророку, а потом пусть просит то, чего хочет». Просить посредством имен Всевышнего Аллаха. Аллах говорит, «У Аллаха самые прекрасные имена, посему взывайте к Нему посредством их». Не торопиться. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Если кто-то из вас не поспешит и не скажет, «Я молился, но это не было принято», его дуа будет принята». «Поднимать руки». Абу Муса Аляшари, да будет доволен им Аллах, рассказывает, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и дарует ему мир, помолился и поднял руки так, что можно было увидеть белизну его подмышек. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Поистине Господь ваш стыдлив и щедр, и когда раб его воздевает к нему руки в мольбе, он стыдится оставить их ни с чем». Не повышать голос во время мольбы. Всемогущий Аллах говорит, «Поминая Аллаха с покорностью и страхом про себя и негромко, по утрам и перед закатом, и не будь одним из беспечных невежд». Молиться тайно. Всевышний Аллах говорит, «Взывайте к Господу своему со смирением и в тайне. Воистину он не любит преступников». Повторять дуа трижды. Абдаллах ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, передает, «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, любил повторять свою мольбу трижды и спрашивать у Аллаха прощения трижды». Произносить салават пророку после дуа. Омар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал, «Мольба находится между небом и землей, и она не поднимется к Аллаху, пока раб не произнесет благословение своему пророку. Мир ему и благословение Аллаха». И, наконец, во время мольбы следует говорить «Аминь», а не «Инша Аллах», то есть «Если Аллах пожелает». Пророк, мир ему и благословение Аллаха сказал, «Пусть никто из вас не говорит, «О мой Господь, прости меня, если хочешь, помилуй меня, если хочешь, дай мне, если хочешь». Когда взываете к Аллаху, просите настойчиво». Еще подробнее о мольбе вы можете посмотреть в нашем другом видеоролике. Ссылка, как всегда, в описании. Уважаемые зрители, давайте обратимся к Аллаху всем сердцем в этот благословенный месяц Рамадан и проведем ночь предопределения достойным образом.